Конец этого прозябания тоже близок. Могильщиками являются сейчас не пролетарии. Увы, уж в России точно не они. Об этом я поговорю чуть ниже. Могильщиками являются три главные технологии, или три супертехнологии. Первая — генный инженерия. Вторая — искусственный интеллект. И третья — робототехника. Все. Этих трех бурно развивающихся технологий достаточно для того, чтобы при этом повороте уничтожить человечество. И оно будет уничтожено скоро. Россию, если Россия не пробудится и не мобилизуется, уничтожат до 2020 года. Человечество — до 2040. Я впервые заговорил об уничтожении человечества, потому что процесс все более и более виден. Человечество будет уничтожено целиком. Это не слишком часто обсуждающаяся проблема так называемого экспоненциального роста технологических потенциалов. Экспоненциальный рост потенциалов робототехники, нанотехнологий и искусственного интеллекта — оно все вместе, безусловно, приведет к тому, что, во-первых, будет создано новое оружие. Называется ли это вирус судного дня или как иначе, это отдельный вопрос. Во-вторых, сами эти технологии начнут создавать такую новую реальность, которая выйдет из-под контроля. Я буду называть самое изуменитое явление — это пресловутая «серая пыль». Что это такое? Масса людей боялась по поводу того, что будут применяться сильные антибиотики. К чему это приведет? Привело это ясно к тому, что победили бактерии. Они выстояли и сумели приспособиться к этим антибиотическим условиям, то есть создать новые, более ядреные модификации самих себя, такие, по отношению к которым нужно либо изобретать новую лекарту, либо ложиться и помирать, потому что к обычным человечеству приспосабливалось достаточно долго, а к этим нет. Но то же самое происходит или произойдет в перспективе, просто потому, что геноизмененная пища породит такое количество проблем, с которыми человечество в ближайшее время не справится, а рост искусственного интеллекта породит гигантские проблемы вместе с робототехникой перед тем, зачем вообще оно нужно человечеству. Оставим в стороне всякого рода суперфутурологию, согласно которой просто искусственный интеллект победит человека, хотя при существующем положении вещей это не является фантастикой, это реальность. Представим себе, что он не победит человека, а будет как-то с ним сосуществовать. Но он будет сосуществовать с грузской группой людей, которая будет им управлять. Зачем этой группе людей остальное человечество? Зачем оно этой группе людей вообще? И зачем оно этой группе людей в условиях, рано или поздно разрешаемой проблемой практического бессмертия? Это все не нужно. Вид становится ненужным целиком. Малая часть вида может пытаться сохранять контроль над технологиями, повторяя генной инженерии, нанотехнологиями, робототехникой и искусственным интеллектом. Наверное, возникнут и новые супертехнологии. Наука не стоит на месте. Короче, эта малая группа может попытаться сохранять контроль над этими технологиями и жировать, пользуясь открывшимися для нее возможностями. Практически неограниченным сроком жизни, неограниченными техническими возможностями и так далее. Но и человечеству не нужно. И все, что сейчас происходит, все эти разрушения семьи, все эти разрушения образования или медицины, все это вместе, все это безумие извращений половых и прочих, все это культурное, постмодернистское безумие, оно же нужно для того, чтобы большая часть человечества пришла в такое состояние, в котором, а зачем оно? Зачем нужен весь этот фарш? Он ничего не может. Он не нужен производственному процессу. Столько людей не нужны для того, чтобы поддерживать вот эту искусственную среду, именуемую антропосферой. Для поддержания нужно гораздо меньшее количество, количество людей, они там хотят размещаться по-другому. Предположим, что это произойдет не к 2030, но к 2040 году. Ведь это произойдет и не позже 2040. Тоже ведь не такой космический интервал времени, да?